Казанский федеральный университет продолжает вручать дипломы лучшим выпускникам Альма-Матер. В этот раз вручение проходило сразу в двух институтах. Институте информационных технологий и интеллектуальных систем и Набережной Челнинском институте. В Автограде торжественное мероприятие открыли выпускники, которые добились огромных успехов как в учебе, так и на творческом поприще. Именно эти студенты первыми получили свои красные дипломы из рук директора Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Махмута Ганиева и руководителя исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны Фарида Салахова. В число лучших из лучших вошли 11 выпускников различных отделений. В этом году у нас очень большой выпуск, порядка 2200 человек с колледжем все вместе. И я думаю, что это будет новое вливание высококорфессионных кадров в экономику, в инфраструктуру нашего региона, Закамского, Набережно-Челнинского. И, конечно, я думаю, что ребята сделают себе хорошую карьеру, потому что диплом университета дает право и позволяет это сделать. Но мы не стоим на месте, мы идем вперед. Вот в этом году мы уже набираем две группы, два направления бакалавров и магистров в рамках передовой инженерной школы. Ну, я думаю, об этом мы в ближайшее время анонсируем и более подробно скажем. Ну, а те, кто ребят сегодня получает диплом бакалавров, конечно, я хочу, чтобы они продолжили свою учебу. Это не конец, надо идти вперед. И с удовольствием примем их в магистратуру. Удачи и успехов всем! Учеба в Набережно-Челнинском институте определенно останется на долгую память в моем сердце, как лучшее время в моей жизни, моей молодости, юности. Были трудности, без них никуда, но помощь близких и поддержка родных людей, друзей, профессорского преподавательского состава, администрации института помогали в любую минуту справиться с ними, поэтому все прошло отлично. Цели грандиозные на мое будущее. Конечно же, я связываю свою жизнь с творчеством, но моя специальность, по которой я училась, как специалист таможенного дела, она остается в планах. Поэтому как покажет время? Следующими свои дипломы получили выпускники Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Вручение прошло в обычном формате. На сцену поднялись самые выдающиеся выпускники и преподаватели, которые на протяжении всего пути давали знания, навыки и умение принимать нестандартные решения. Также заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Рустам Хидиатуллин и директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Михаил Абрамский поздравили учащихся с началом новой главы в их жизни. Меняемся мы, меняется общество, меняется государство. Мир становится более цифровым. Очень надеюсь, что те навыки, которые вы обрели в ИТИСе, приумножите, соответственно, обогатите их дополнительно прикладными компетенциями. Могу только одно сказать. Добро пожаловать в эру цифровых профессий. Сейчас вы снова находитесь перед выбором, как и 4 года назад, но сейчас вы подходите уже более собранными, взрослыми, ответственными, компетентными, и вы получили большие возможности для того, чтобы совершать выбор, который вы хотите делать. На извилинах наших выпускников можно найти отпечатки ваших пальцев. Спасибо Министерству цифрового развития за поддержку наших талантов, за кураторство и за вовлечение нас в цифровые проекты Республики. Спасибо Казанскому университету, нашему общему дому с тысячами других студентов, источнику разных культур, взглядов, мнений и знаний, которые многое вам рассказал. Торжественная церемония вручения красных дипломов традиционно закончилась общей фотографией выпускников Казанского федерального университета. Дипломы, которые они получили, станут хорошим трамплином для их карьеры. Тагмина Мадатова, Фарид Захидаглы, Универньюз.